Привет! Давайте сегодня легкий новостной микс. И начнем давайте с ряба или шапки, или консервы, которая окончательно уже вскрылась. Потому что документ был, по-перше, не оборудованный, и, по-друге, незаконный. То, в чем он звинувачивали пятого президента, оно не было под собой достаток, не было никаких доказательств, которые подтверждали эти действия. Что вы говорите? Да, нет совершенно никаких доказательств тому, что Петюня – это государственный преступник, на которого заведено 13 уголовных дел, и можно я не буду вставлять этот длинный видеоряд, начиная с его преступлений в Укроборонпроме и кончая его офшорами. Можно? А? Заметили, кстати, Петюня в перчатках, но без маски и в окружении журналистов, которые его окружили. Это, знаете, все равно, что выйти в космос в скафандре, но без кислородного баллона. Баллан. Согласен. Знаете, что меня больше всего на самом деле забавляет? То, что вот все магазины закрыты. Ну, сами знаете, какая ситуация в стране, да? За исключением аптек и продовольственных всяких разных маркетов. Но Петины магазины продолжают работать, несмотря на карантин. Он загоняет своих сотрудников и заставляет продавать и втюхивать свои никому не нужные во время карантина конфетки. Ну, я не могу обойти своим вниманием то столпотворение, которое образовалось в последний день запуска на территорию Украины, на пункте пропуска Краковец. Ведь сегодня был последний день, объявленный президентом, после которого все границы будут закрываться. Что такое? Аларк. Аларк по поиске, это звонок. Это что делается на портоне? Это поводится. Просто поводится. Согласен. 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 Температура ноль. Знаете, вот мне так нравятся наши люди, мне нравится, какая каша у них в голове, какие эмоциональные решения они принимают, совершенно не думая. Потому что сутки только назад они кричали, что Зеленский мерзавец, как ты можешь пускать эшелоны смерти, что нужно закрыть страну, нужно делать, как делает батька Лукашенко, никого в страну не пускать. После того, как Зеленский объявил о том, что границы будут окончательно закрыты, и никого пускать не будут, вот эти самые люди, которые узрели эти столпотворения, начали кричать, что Зеленский мерзавец, потому что он не пускает наших людей, и что, мол, надо сперва всех наших впустить, и это антигуманно, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ребята, ну вы вообще, вам самим не смешно? Вот таким эмоциональным ребятам я хочу сказать, что вы должны не вешать всех собак на власть, а понимать одну простую вещь, что на войне и во время эпидемий простых и популярных решений, ну просто не бывает. Как нельзя выиграть войну, не пуская в бой солдат. Многие из которых ради вот этой самой победы вынуждены будут погибнуть. Давайте с вами будем. Я сначала сказал, мы надали час для всех туристов, для всех людей, кто хочет повернуться, будь ласка, до 17 числа, до 17 березня, будь ласка, повернитесь додому, потому что потом будут санкции. Мы должны сохранить здоровье наших всех украинцев, но тут живут миллионы. Зеленский так запустил много людей. Он дал время и возможность для того, чтобы многие вернулись. Сейчас приоритетная задача сохранить украинскую нацию. Пока.